В лаваке ТЦ мы читаем о интересных случаях, когда есть ребенок, сын, Бен Сороя, который не слушает папы и мамы, это очень страшная история, его всего 12 лет, но он уже украл от родителей мясо, вино, и мудрецы говорят, надо его, ну тоже говорят, что если исполняет все детали, все условия, тогда он заслуживает смертный казнь. Наш мудрецы объясняют, что уже очевидно, куда это поведение ведут, это поведение ведут к очень плохим местам, он не будет найти право на деньги для мяса, для вино, он будет начинать украдывать от других людей, он будет начинать ловить людей на дорогах, убивать людей только для того, чтобы он получил это средство, которое ему нужно для этого вино и этого мяса. В Иерусалимский Талмуд интересно добавлять еще одно пункт, как написано в нашем Талмуде, что он будет ловить людей, он будет украдывать, и добавлять в Иерусалимский Талмуд, и он будет забывать свою учебу, свое изучение Тора. Он же ребенок, учился в Хейтере, учил Тора, он это тоже забудет. Ну, понятно, что человек, который занимается такой преступкой, преступники такие, конечно, наверное, он забывает Тора, который учился в молодости. Но почему именно здесь, когда мы говорим, и он это будет делать, и это будет делать, и он будет забывать Талмуд. Это странно, как Иерусалимский Талмуд добавляет эту строчку, то, что он будет забывать свои Талмуды. Гмара говорит, что у мужчины есть заповедь изучения Тора. Мы знаем, что у мужчины обязанность, у женщины нет такой обязанности. Спрашивают гмара, женщины баме захин, за чего они заслуживают, что значит они заслуживают? У них нет заслуги изучения Тора, а как они заслуживают эту большую заслугу изучения Тора? А что они, они что, не получают никакой награды за изучение Тора? Гмара да есть, почему? Потому что они приводят сына, они, дети приводят в школу, где они учат Тора. Они готовы с радостью ждать дома, пока их мужи занимаются Тором. Они с этого не занимаются Тором. Есть похожие истории из тракта Солта. Цель истории там, что Солта, женщина, которая изменила, и так далее. И там есть Мишна, которая говорит о заслуге, которая может защищать даже женщину, которая попала в такую ситуацию. Но есть, может быть, заслуг, которая защищает ее. Какой заслуг? Тора говорит гмара, говорит Мишна. Спрашивает, спрашивает там, обсуждение там есть. А какой Тора? Если она просто учит Тора, она не обязана. Женщина не обязана учить Тора. Она должна знать Аллахот, она должна знать, что можно, что нельзя. Но митцва сидит и просто занимается изучением Тора, она не обязана. Дискуссия можно понимать, почему да, почему нет, но факт, что женщина не обязана. Говорит гмара, да, но есть еще одно. И то же самое, как гмара говорит Брахот, который мы упоминали. Они приводят дети к хедеру, чтобы они учили Тора. Они ждут дома, пока их муж занимается Тором. Они тоже поучаствуют в заслуге изучения Тора. Гмара говорит, что мы видим отсюда большой момент. Есть какой-то момент, который каждый человек должен иметь. Это связь с изучением Тора. И не просто связь с знанием Тора, с знанием Тора, что можно, что нельзя, а с изучением Тора. Если человек связан с изучением Тора, будь он мужчина, или она женщина, она должна иметь этого связь с изучением Тора, который всевышний заповедует, человек учит Тора. А если у женщины нет заповедей изучения Тора, есть еще вариант. Она тоже может заниматься. Она занимается Тором того, что он помогает мужчине изучение Тора. Конечно, если она учит Тора, она тоже получает знания Тора. Она будет знать много, но для этого заслуга нужна именно эта обязанность, эта заповедь, которая есть в изучении Тора, которая только у мужчины будет. А если мы хотим, чтобы у женщины тоже было, поэтому мудрецы говорят, что у них тоже есть. То есть мы видим, что заслуга изучения Тора – это очень великое дело, которое мудрецы переживают, что у каждого должен быть. И у мужчины, и у женщины должны быть этого. Если есть, есть. Если нет, нет. И это изучение Тора спасает человека. То же, если женщина, не дай Бог, попадает на такой уровень, что она занимается, вот, она изменила муж, или, по крайней мере, она уединился с человеком, который нельзя было. То есть она занимается таким, но если у нее заслуг Тора, есть шанс, есть шанс, что она возвращается. Это говорит Рухаим Швулевец. То, что учит, это в Иерусалимске тому. Да, это ребенок, он очень плохо сделал, он начинает украдывать. Наверное, он будет. Но если у него хоть было знание Тора, который учился в молодости, тогда есть шанс, что он возвращается. Но если говорить Рухаим Швулевец к тому, что мы уверены, что он это забывает, все Тора, который учился, тогда уже нет шанса. Потому что последний шанс, который есть у каждого человека, это свою связь именно с изучением Тора по-настоящему. Если это есть, тогда все есть. Если это нет, не дай Бог, тогда ничего нет. Шаба-шаба. Дорогие друзья, не забудьте подписываться на наш канал, subscribe, пожалуйста, нажмите, ставьте лайк, подписывайтесь. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok